Встреча с уточнением Ягоды, наверное, если кому-то что-то там изменилось после вчерашних событий, как, кстати, за время. Ты связываешь погоду непременно с этим, да? Ты законченный мистик. Если считаешь результат таких действий, может быть, оно действительно так и есть, просто обычный человек говорит, что на это имеется множество причин, а мистик уверен в том, что это именно его работа, он заклинат к дождям. Уточнение диагнозов есть какие-нибудь или дополнения к самодиагнозу, к коллективному диагнозу? Что ж добавить? Да нет, после вчерашней, я понял, что у меня все равно крыша едет. А крыша едет. Большая крыша. А вообще, наверное, профессиональному психиатру иногда приятно так почувствовать себя за любой половине. Так в виде тренинга. А я, например, вот, считаю, необходимо просто закосить под здоровую. Да, меня совершенно неправильно приняли за больную, а на самом деле совершенно здоровая. Вот расскажи тогда, в чем это проявляется? Ну, например, в том, что... Почему ты не сумасшедшая? Нет, обычно как бы, в медицинской психиатрии считается, что... Ну, психически, ну, чаще всего тут бывают реактивные состояния, бывают они как бы эндогенные, то есть они не имеют причин, а у меня совершенно... Мой у меня окалобус обусловлен совершенно конкретными причинами. То есть как у меня реактивное состояние. Да? Да. Ну и что? Мы все гений. Ловушка в чем состоит? Я обращаю ваше внимание. Только человек начинает попадаться и отвечать на вопрос, почему он не сумасшедший, все, он уже попал. Потому что не докажешь. Не докажешь. Это профессиональная ловушка. Если вам расставляет... Недаром есть приземница невиновности, вам не нужно доказывать, что вы не преступник. Вам не нужно доказывать, что вы не сумасшедший. Почему? Да потому что если начнешь доказываться, запутаешься и непременно будешь выглядеть тем, кем ты пытаешься. Нет, я могу доказать, что вы... Потому что я могу быть тогда. Да. Да. Совершенно конкретные причины. Вот неокальное состояние. Вот такое вот. Но состояние есть, понятно. Есть. Есть. Да. Состояние просто реактивное, можно сказать. Вот так вот. То есть оно такое... Вот так вот. нет. Главное, что все очень совершенно рационально. Когда... Коллеги, очень убедительно, да? Да, очень убедительно. Просто вот раньше... Раньше. Раньше. Вот живешь и вся вот жизнь, она как бы замечая, что она вся состоит из каких-то... Удач и неудач. Включая там мелкие и крупные там, не важно. Масштаб их совершенно не важен. Но удача и неудача. И вот все время то вот как белое, то черное, то белое, то черное. И причем неравномерно. И даже вот какие-то удачи, они всегда омрачались тем, что всегда внутренние там что-то внутри тебя, тебя всегда знало, что эта удача обязательно сменится неудачей. Это всегда омрачало и всегда, в общем-то, рождало какое-то ожидание, что вот наступит спад и все это исчезнет и опять вот будет все вот не так, как хотелось бы. И вдруг я начала замечать, что я перестала совершенно зависеть от внешних обстоятельств. То есть возникает очередная какая-то неприятность. И она вроде бы как даже на меня... То есть я все совершенно адекватно реагирую. То есть где-то она меня даже огорчает. Но она совершенно не влияет на мое восприятие вообще мира и себя. Совершенно полнейший какой-то совершенно дикий восторг. Просто без всяких вот причин. От того, что просто вот мир существует вот таким, какой он есть. И вот эти неприятности, мелкие, крупные, какие-то огорчения, они совершенно не влияют на это состояние. То есть они приходят и уходят там чуть-чуть огорчивать. То есть они не вызывают вот на поверхности вот этих вот каких-то помех. И не только на поверхности, но и внутри. И вот когда я стала это замечать, что я перестала зависеть от вот этих приятностей и неприятностей. И перестала ожидать, даже когда неприятности прекратились вот эти вот бесконечные ожидания чего-то. Вот каких-то улучшений там и так далее. И вот это вот состояние нулезависимости от вот этих внешних обстоятельств, оно рождает совершенно чувство необыкновенного восторга. И вот я даже выражаюсь таким образом, что я живу в состоянии неприятного оргазма. Так что имею право даже по нормальному заказчивать. Сейчас ты в этом состоянии? Да. То есть говоришь из этого состояния? Да. Видите, как коллеги, да, коллеги. Я напомню вам, что еще нашеликий предшественник Сизигмунд Рейд или Зигмунд Ройд, как он угодно. Он говорил о том, что связь безумия сумасшествия кружилась. И что шаманы являются на самом деле законченными шизофрениками. Поэтому я думаю, что если она является устроенность, великолепная устроенность и высокая организованность преда Светланы Пациентки на нашем корабле, мы все-таки продолжим курс лечения вместе с ней. Пусть это будет называться состоянием непрерывного экстаза и состоянием напоминающего непрерывный оргазм. Мы же с вами знаем, что это практически невозможно для нормальных людей. Правильно? Кто из нормальных людей живет в таком состоянии? Что самое странное, когда еще по всему прочему научаешься неблагоприятные ситуации использовать для обучения себя, то есть извлекаешь пользу из каких-то конкретных неблагоприятных ситуаций, то возникает просто мания величия. Каждый раз такая мысль «Айда Штирлиц, айда сукин сын». Это у нас 15-й лет безумие, да? Да. Айда Пушкин, айда Штирлиц. Ну что ж, хорошо. Вы обратили внимание, кстати, я в маленький комментарий Светлана, как создается вот эта вот игра пациент. Сейчас мы со Светланой вот так вот, не сговариваясь, сыграли. Пациент и больной создается. Вот с помощью такого рода нарратива и метакомментариев я старался не выпускать ее, осуществляя связки. И Светлана, с одной стороны, такая интенция, и часть ее текста была текста о ее состоянии объективном и о необычности этого состояния. С другой стороны, это был очень хрупкий дискурс, очень хрупкая речь, потому что на него можно было бы посмотреть сразу со многих сторон. С точки зрения, скажем, кастанаверской практики можно было бы говорить и отождествившись этим диском, говорит Светлана, там, расскажи больше об этом мудренном состоянии, как тебе удается держать стойкость и подключиться к серьезности этого дискурса. Можно было бы отойти в ситуацию ироническую, которая присутствовала и в исходной посылке, и в интонации Светланы, потому что она немножко одновременно с элементом самоиронии, все, наверное, это зависит, рассказывала об этом. То есть были интонации такие даже немножко девочки, которая рассказывает вот об этом состоянии. И можно было бы прицепиться к этому слою, что бессознательно многие люди делают, и начинать усиливать эту иронию, поддерживать ее, и тем самым вовлекать в описание другой процесс, уже ироничного отношения к Светлане, что я также вам продемонстрировал. И можно было бы обратиться, наконец, к такому кандому здравому медицинскому смыслу, и сделать это вообще, все, что она говорит, подтверждением ее патологичности. Поэтому любой дискурс любого человека, он многоаспектен, и можно к нему относиться как, я подчеркиваю, три основных момента, с точки зрения психотерапии или психиатрии, и рассматривая человека как клиента. Ага, раз он обратился к нам, попал, все, это наш человек, наш клиент. Можно относиться к этому с точки зрения вот такой широкой дисциплины трансформационных или духовных практик, шаманских практик. Тогда это в ореоле необычного. Человек не такой, как все. Не такой, как все, но он идет по пути, с большой буквы. У него есть некий опыт, у него есть новое состояние, и у него непрерывная экстатичность и радостность, которая, ну... Откуда радостность-то должна быть? Жизнь-то какая? Можно так же посмотреть на это. И третий слой, когда мы смотрим на все происходящее, как на непрерывное творчество. Все это есть творчество, все это есть состояние, и нет, поскольку это творчество, то нет необходимости ответить. Какие бы то ни было причины. Вот даже не нужно спрашивать Светлану, а почему там ты вдруг так стойко с обстоятельствами? Почему ты, чему ты радуешься вообще? Не нужно спрашивать таких вопросов. Если вы хотите войти в совместное пространство с другим человеком творчества, то вы, как ребенок, играете и задаете совсем другого вопроса и совсем другого рода соответственная история. Ну, мы, например, спрашиваем Светлана, Светлана, ну как вообще так пишите? Здорово, давай. Давай что-нибудь сделаем вместе в этом пространстве. То есть там совсем другого рода уже вопросы приглашающие. И вот эта многоаспектность, вариативность ситуации является, пожалуй, самым большим опытным умением и искусством, которое нам нужно в себе раскрыть по отношению к себе, по отношению к другим людям, по отношению к себе как к пациенту, к другим людям как к пациентам, если мы профессионально вовлечены в деятельность с людьми. Арни Минделл, герой сегодняшнего дня, он вообще говорит, что не имеет смысла никакие классификации. Никакие классификации, они не дают нам ничего. Они только создают дублирование на уровне интеллекта того, что мы уже знаем. Любые классификации, любые объяснительные схемы, любые теории, они образуют ситуацию антропологического сна. То есть, когда мы с помощью теории подтверждаем то, что мы уже знаем, и тем самым мы не находим никогда ничего нового. Поэтому работа, когда мы обременены теоретическим багажом, это всегда работа с приступами, которых в действительности нет. Мы всегда находим что-то из мира теней, а не из мира реальности. И, конечно, настоящий уровень работы – это там, где мы работаем в живой ситуации. А в живой ситуации она такова, что все, что есть, все, что предъявляет нам себя, может быть совершенно с разных сторон рассмотрено, с абсолютно разных сторон. Человек, скажем, Наталья, может предстать перед нами как клиент. Имеется в виду клиент психотерапии. И большое дело психотерапии, оно состоит в том, чтобы помочь человеку адаптироваться. Что такое сигналы, которые мы описываем как симптомы, синдромы, совокупность? Это все сигналы о том, что что-то не в порядке. Что-то не в порядке. Причем до такой степени, что человеку сложно этот порядок восстанавливать. У каждого из нас бывают проблемы. Проблемы – часть жизни, конфликты – часть жизни. Но большинство из нас проходит через это и опять достигает зоны комфорта. В широком смысле зоны комфорта. Мы удовлетворены своими отношениями с людям, с миром, в своей ситуации. Более или менее, конечно. И проблема начинается, которую мы называем неврозом, там, где что-то беспокоящее повторяется. Мы получаем сигналы. Мы получаем сигналы в виде мысли. Я не такая, как все. Я не удачница. У меня тревога. Мы получаем сигналы от своего психического самочувствия. Дискомфорт, усталость, хроническая усталость, выгорание, тревога, страхи, что-то не так, чего-то не хватает. Это повторяется, повторяется, повторяется. Сигналы такого рода дезадаптации, сигналы, как говорят в странице Арнольда Минделла, сигналы от коммуницирующего сновидящего тела. Это сигналы, которые говорят нам, парень, девка, что-то не так в твоем мире. Что-то мешает жить тебе хорошо. И вот совокупность этих сигналов повседневных каждый день и создает то, что мы называем на объективном языке внутренним миром невротика. С технической стороны, с точки зрения нейтральной теории информации или теории коммуникации, теории информации или современная физика, это тот язык, который позволяет нам не оценивать человека. Он шизофреник, он психотик, он невротик. Если мы это сказали, ему сразу попадают в ситуацию, которую пытался продемонстрировать на примере Светланы. Не отопрешься, будешь виновен. Только начни играть в эту игру и уже только попади в сумасшедший дом, только приди в суд, только вляпайся в какую-то ситуацию и все. Потом отмывайся, доказывай, что ты прав, что ты не делал того, не делал этого. Все мы знаем и все когда-нибудь вляпались в те или иные исходные ситуации, когда ом брошенной брязи и потом доказательства, что этого не было, это не так. Только просто-напросто прикипело еще больше. Другая ситуация. Если увеличивается сигналы дезадаптации и нарушается еще больше коммуникации, как вторичные, третичные, мы получаем сигналы от тела. Если мы не воспринимаем сигналы, которые приходят нам из окружения, сигналы нашей невстроенности, того, что что-то не в порядке, сигналы от нашей души, сигналы от нашей совести, мы делаем какие-то поступки и наша совесть, которая никогда не судит нас. Мы не делаем что-то, что считали важным делать, что соответствует нашему признанию. И наша совесть судит нас за то, что мы убиваем что-то в себе, какие-то части из нас отданы или украдены, и наша совесть судит нас в этом случае. Мы получаем сигналы в виде голосов родителей, в виде голосов близких, в виде голосов героев, в виде того, что мы не соответствуем чему-то в жизни. Нарастает наша дезадаптация. И когда количество этих голосов, их интенсивность, голосов, которые говорят, что что-то не так, превышает количество голосов, которые говорят, все хорошо, все прекрасно, счастье, все нормально, великолепно, я прекрасно, я радуюсь жизни. И когда этот баланс в совокупном хоре, который каждый день у нас продолжается, баланс нарушается, мы начинаем чувствовать себя без энергии, мы начинаем чувствовать, что что-то уходит из нашей жизни, состояние. И затем это спускается на этажи также соматически. Тело, душа, это все есть одно. И тело тоже есть отношения, в системе отношений находится. И у нас возникает соматизация наших отношений, вторичная соматизация. Наконец, при увеличении еще большей дезадаптации возникает состояние острое, экстремальное. Мы становимся в буквальном смысле своей тени. Есть удивительный закон, который Минделл назвал законом «Теней и городов». Так называется его книжка об экстремальном опыте и работе с экстремальными состояниями. «City Shadows», где приводится транскрипция 12 сеансов, которые Минделл провел с неизвящими больными в крупнейших европейских клиниках, показывая в конкретную практическую возможности процессуальной работы, в которую он ввел в современную практику психотерапии. И идея состоит в том, что в каждом городе существует определенное количество резунцев, определенное количество инфициров, определенное количество депинов. И если в Москве 30 тысяч человек ежегодно заболевают шизофренией, то примерно такое же количество получают ремеслию. Точно так же количество не существует, ну, я так скажу, некоторого рода закон сохранения количества дураков, идиотов, безумцев, преступников, пьяниц, в более широком смысле. Этот закон отражает тот факт, что и состояние безумства, и состояние идиотизма, и состояние глупости, это есть нечто интегральное, это есть общее свойство человеческой популяции. Для того, чтобы были умники, для того, чтобы были гении, необходимо, чтобы на крайнем полисе были имбецилы, дебилы, идиоты. Это кривая среднего распределения. В каждой деревне есть свой дурачок, есть свой колтун, знахар, странный человек, есть кликуша на паперти, юродствующий человек, или юродствующий в определенного рода дни, в праздники, в мистерии, которому роль какая-то видит нам. Непременно. И есть нормальные люди, есть староста, есть образцово-показательные семьи, есть передовики производства. Каждый человек играет определенного рода роли. И если нам в какой-то период жизни выпала играть роль нормальных людей, вождей, лидеров, передовиков производства, первооткрывателей, художников, ну что ж, выпала такая роль. Мы совпали по своей жизни, по своей энергетике, по своей конфигурации, по своим способностям попали в эту роль. И в пределах этой роли мы имеем свободу. В пределах этой роли, в той конфигурации, в которой мы считаем своим «я». С чем мы идентифицируемся в основном в данный момент, как с первичным процессом. И в то же время в нас существует очень много возможностей к другим идентификациям, к другим ролям, которые могут развиться в другой ситуации, в других социальных группах. И, скажем, в одной группе мы альфа, а в другой группе мы будем омега. В одной группе мы умник, а в третьей группе мы будем середничком, а в четвертой группе вообще будем идиот, дурак, тарахон. Не ступить не могут, не умеют. И вот закон сохранения числа постоянства, некое постоянство, взаимоотношения, он и говорит нам о том, что мы все чрезвычайно взаимосвязаны. И эта взаимосвязь, которую мы называем полем, полем сознания, она и регулирует, кто им является в данный момент данным. Если нарушается стабильность этих регулятивных моментов, мы начинаем испытывать состояние дезадаптации. Если теряется возможность идентификации, возвращения к тому, что мы называем своим первичным процессом, или своим «я», то, чем мы себя идентифицируем, «я такая-то, я такой-то», не только идентифицируем, но и ощущаем, воспринимаем, как в зеркале, то возникает состояние дезадаптации. И в стойких случаях это состояние невроза. Еще более сильное состояние психотическое, когда люди находятся в экстремальных состояниях, и всегда в любом обществе определенное количество людей находятся в пограничном состоянии. Это одновременно вторичный процесс для общества, тень общества, тень городов, необходимая составная часть города. И чем жестче порядок производства разума, чем жестче считается и охраняется то, что должно быть нормальным, тем, с другой стороны, жестче задается порядок безумия. Тем жестче правило психобольницах, тем четче и жестче, и больше напоминает тюрьмы порядок психобольницах и соответствующая система. Это вещи взаимосвязанные. Производство ума, производство нормы, и производство ненормальности, производство безумия, это родные бизнесы братья. И я говорил вам, вчера вернее начал говорить о том, что у истоков человеческого разума находится глобальное шизофрение. Об этом нам говорят исследователи чулеченцы, древних текстов, гомеровских текстов. У греков нет я. Нету я. Нету понятия безумия. Ну как у безумцев может быть понятие безумия? Там все нормально. Греки постоянно слышат голоса, голоса богов. Это же древние индусы, которые писали веды, четыре главные веды трактата, тоже слышат голоса, постоянно беседуют, гимны исполняют богам, воспринимают послания от богов. В любых мифологиях, в любых эпосах всех народов и всех времен, самых древних, люди постоянно слышат голоса. Голоса людей, голоса животных исследуют этим голосам и подчиняются этим голосом точно как клинической системе шицофрении, которую мы считаем. Также шитофреник следует голосам. Он не следует собственному я, у него просто-напросто нету. Он следует голосу. Голос сказал ему, пойди и убей. Он идет и убивает. Пойди и стой. Он идет и стоит. Голос ругается, он следует за этим голосом. Голос говорит что-то, и шитофреник выполняет это. Шитофреник как потрясающая производительность. То есть он может 24 часа в сутки делать что-то без утомления. Фантастическая продуктивность, поскольку нет я и нет контролирующих механизмов обычного языка. Самая невероятная ассоциативность. Шизофрения — это тот котел, откуда черпают все великие творцы. Крылышко я золотописьмом тончайших жил, кузнечик, кузов, кузов уложил. Помните, хребников. Это бред, это залово, в то же время это кладезь языка. Поэты — это состоявшиеся шизофрения. Художники, состоявшиеся шизофрения, говорят крупнейшие исследования знатоков в мастеров Килосовом XX века. Художник — это клиницист, величайший клиницист нашего времени. Эпилепсия Достоевского — это одновременно клинический диагноз российской эпохи конца XIX века. Это одновременно способ, если вы внимательно смотрели, как я в силу моей семейной истории особенно внимательно читал Достоевского и читывался во все сцены, которые описываются в Достоевский. Я беседовал с отцом, который рассказывал мне о том, что разворачивается с ним, перед ним в момент предшествующей припадки, вот в эти звездные часы, когда все вдруг становится полностью вместимым. И потом амнезией, потом просто совершенно непонятно, как все произошло. Где я? Опять возврат сознания после этого звездного часа. Достоевский также клиницист своей эпохи. Художник, он болеет болезнью общества и выражает ее, эту болезнь. Именно поэтому этот диагноз так сладостен, он проникает в самые наши основания и лечит нас. Узнанный диагноз, который становится реальным знанием, исцеляет художник. Искусство имеет и терапевтическую функцию, диагностическую и терапевтическую функцию, далеко выходящую за рамки обычной медицины и обычной психиатрии. Итак, то, что происходит с нами в экстремальных состояниях, это имеет прямое отношение к порядку производства ума и безумия. Все новое является перед нами первоначально маской безумия, маской смерти, маской экстремальности, маской иного опыта. Каждый из нас, когда он что-то новое порождает, наверное, хватает себя за руку и думает, они дураки, что такое произошло. Каждый боится убить. Нужно делать разное, как с одной стороны, голосов, которые мы называем божественными, голосами христианскими, голосами нагорной проповеди, так и голосами, которые являются другими программами, программами менее приоритетными, программами биологического вызывания. Возьми, схватив, укради, насладись и так далее. Это непрестанная борьба, которую православные аскеты, ромаатные знатоки по части психиатрии и психотропии, и работающих в состояниях сознания, они называли это неведомой бранью. И, скажем, в рамках православной аскетики не было такой функции, как психотерапия или психиатрия. Не было психиатрии. Там было что? Изгнание бесов. Бесов изгоняли старцы. И специалисты, батюшки, которые умели силу на это, знали, как говорить с бесом, как его выявить, и боролись. Но это чисто шаманская практика. Если мы будем смотреть, заглянем шаманские культуры, то там также персонаж, который олицетворяет собой болезни, нередко является... Шаман вызывает этого персонажа демонического духа, который вызывает болезнь на поединок, и борется с ним, и побеждает его, и изгоняет эту зловременную сущность. Это универсальная практика. И она... Я сейчас не буду говорить об ее антологической статусе. В каком смысле дьявол и бесы действительно есть? Это сложный вопрос. И, может быть, на каком-то факультативном моменте мы можем его обсудить коллективно. Но для нас достаточно сейчас того предположения, что это есть как психологический факт, как факт психологической жизни. Это есть как голос, который в нас. И как определенного рода стереотипа поведения, который также в нас существует. И там, в рамках православной традиции, аскетики, это называлось невидимой брани. И весь второй том добротолюбия — это том, посвященный практике невидимой брани. Как этих духов изобличать? Как с ними... Как работать с каждой страстью? Какие антидоты, противоядия для каждой страсти? Эмоционального омрачения существуют? Как все они между собой взаимосвязаны? И почему это является важнейшим делом? Все эти мысли отвлекают нас. Отвлекают нас, во-первых, от состояния присутствия в сознании Христа, которое является нашей истиной, природой. А во-вторых, отвлекают, побуждая нас, натурные поступки, которые создают как, то есть предрасположенность к такого же рода мыслям, действиям и поступкам. Если мы делаем что-то хорошее, мы создаем положительные кармы. То есть предрасположенность к подобным рода действиям. Если мы делаем что-то плохое, мы создаем отрицательную карму. И положительные, отрицательные кармы заключаются очень простые — добро и зло. Несмотря на все дискуссии о примитивности. Если это плохо — это зло. То есть если это приносит привет другим людям, и локальто, и баба — это зло. И мне приносит добро. Если это приносит пользу, то это добро. Если это хорошо для людей, то способствует общему делу. Скажем, восхождение к риску. Если это способствует — это добро. Если это препятствует — это зло. Несмотря на все дискуссии о вероятности этих вещей. По большому, очень большому счету, это примитивно. Но на конкретном уровне мы всегда в состоянии отличить, что есть добро, что есть зло. И если мы следуем пути зла иногда, то потом мы являемся объектом суда. Суда над самими собой, который вершит нас о совесть, который вершат над нами люди, и который вершит над нами, скажем, православной традицией Сам Христос. Во время страшного суда, когда все наши грехи будут учтены. Вот те механизмы, механизмы в том числе духовные, которые внедрены в структуру души каждого человека, которые и участвуют в производстве очень тонких моментов и состояний, и определяют каждый миг наше состояние нормальности или наше состояние ненормальности. И чем более мы здоровы психически, тем больше наша способность общаться, находиться в живом сообщении со всеми людьми, со всей живой природой, со всем миром, конечно, в счете. Чем более мы живы, тем более мы здоровы. Это понятно, интуитивно каждому из нас. Чем менее, чем запутаннее наше общение, чем беднее избирательнее наши связи, тем ближе мы к безумию и смерти. И в этих случаях нам иногда необходимо для выживания сохранять хоть какие-то способы общения с собой. И в этих случаях организм выбирает в данной конфигурации, в данном сообществе, в данном мире, в данном городе, при данной истории жизни человека выбирается устойчивое состояние, которое мы можем назвать шизокренией, мы можем назвать маниакальностью, маниакально-депрессивным состоянием, различного рода невротическими проявлениями. Это есть способы адаптации, адаптивного поведения. Это одновременно без адаптации, с точки зрения, если мы смотрим на нормальность. И одновременно это то, что в данный момент является единственной разборной способностью адаптации. Отсюда следует важнейший вывод. Люди, которые мы называем психическими больными, не врут, не притворяются. В том, как они себя ведут, большая правда. Это единственная возможность для больных. Из этого мы должны прежде всего исходить и по отношению к другим людям, и по отношению к себе, когда мы находимся в сходном состоянии. Это способ адаптации. И психоз также является способом адаптации. Это способ умирения. Прежняя жизнь стала клеткой. Умереть для того, чтобы возродиться. И великие антипсихиатры 20-е века, и Лейн, и Джон Бэйр Перри, и Станислав Гроу, они именно с этой точки зрения подходили к функциональным психозам. Я не беру здесь органические психозы, когда слишком уже очевидны органические повреждения. Ну и действительно функциональная основа сознания нарушена в такой степени, что уже очень сложно развернуться, бывает, человеку. Может быть, где-то внутри себя он осуществляет адекватную коммуникацию. Внутри себя. Но это не проявляется на внятном большинству людей языке. И в этом большая трагедия, конечно. Может быть, пёс и обладает природой Будды, как учит просветлённые, реализованные существа. Но карма его такова, что он родился в теле животного. И это сознание, потенциально присутствующее, не может развернуться в адекватную форму. И быть адекватно прокоммуницированным. Может быть, где-то изнутри собака чится прообщаться с человеком. Стать в одном пространстве с ним, это невозможно. Потому что существует роковая предопределённость. В этом теле собаке придётся пройти, провести собачью жизнь. Полную своей радости и печали. И Арни Минделл, который устранил, я подчёркиваю, что из современной психотерапии, подходов психотерапических, психиатрических, это единственный подход, который работает за пределами любых ограничений. Это так называемая даосская психиатрия и психотерапия. Что значит за пределами? Это значит, что Арни Минделл не связан никакими концепциями, в том числе и даосскими концепциями, которые в целях пропопедических, в целях учебных, всё-таки используются. Он не связан никакими ограничениями в плане работы с пациентами. Для него нет разницы. Работать со здоровым так называемым человеком или с человеком больным используются одни и те же подходы. Для него нет разницы. Работать, скажем, с человеком белым, чёрным, говорящим на английском языке, или говорящим совершенно на редчайшем наречии, нет разницы, потому что вербальный язык – это один из многих языков, с которыми Минделл работал. Я напомню, что сновидящим телем мы работаем с языками, которые представляются органами чувств, визуальным языком, языком киноэстетическим, языком аудиальным, соответственно, телесным движением, промо-перцепцией. Мы работаем с языком взаимоотношений, поскольку все мы находимся во взаимоотношениях друг с другом. И если есть что-то, проявляющее взаимоотношения, когда мы нацели опу своего внимания на другого человека, если есть какой-то осада, какая-то царапинка, это первая сеть того, что следует обратить на это внимание. Мы работаем также с глобальным каналом, получая через синхронности, которые в нашей жизни случаются, с сигналом, с парапсихическим каналом. Мы работаем с каналом сновидений. Все это сигналы, с каналом симптомов, хронических болезней, с каналом индивидуальных книг и так далее. Все это есть коммуникация, и по многим каналам мы получаем практически одно и то же сообщение о том, что с нами происходит в данный момент. Что с нами происходит в данный момент? Но в силу нашей обусловленности и в силу нашей привязанности к определенному вербальному словесному языку в данном времени, в данной культуре очень многое из сообщений сведущего тела, которое передает все богатство реальной ситуации, остается забарком. Ну и просто-напросто нечувствительным. Это остается и является нашим вторичным процессором. Вот в чем трагитие. Это формат не воспринимается? Абсолютно нет. 90% специально не обученным человеком не воспринимается. В школе Миндела обучается, ну, профессионал, который прошел двухлетнюю сертификационную программу, должен различать порядка 4, уверенно в любой ситуации, порядка 450 невербальных сигналов, типичных сигналов. Покраснение кожи, тонкая мимика лица, мелкие движения в пальцах рук, характерные особенности позы, как диаметр и выстраиваются, когда шнурик сидит, типичные жесты рук, типичные жесты ног, наклоны туловища, закрытости, открытости, поджатости, типичные незавершенные движения, когда человек что-то делает и вдруг что-то незавершенное движение, на них первым делом обращается внимание. Глаза являются также очень важным источником информации, их присутствие или отсутствие, то есть контакт, ситуация, больше погруженность во внутренние. Если вы внимательно посмотрите, вы сразу обратите внимание на то, насколько человек в моменте присутствии, насколько он выносит из себя, или на какой степени он внутренне, то есть в какой степени он сейчас одновременно смотрит внутреннее кино, в какой степени он прямо здесь. Глаза очень четко передают эту энергетику. Кто в виде того, тот может сразу также еще добавлять новое измерение. Словом, это такое... Это инфицирующее сновидящее тело. Мы называем его сновидящим потом, потому что с точки зрения нормального обычного разума, это похоже на сон. Но с точки зрения прослушившегося, сознание — это реальность, это просто вот... Это просто все сигналы, которые по всем каналам говорят. Эй, парень, вот что происходит, эй, девка, вот это вот через сны, которые являются картинками, сюжетами, которые размораживаются в процессе. И вот Минделл работает с любовь и состояниями всего этого, потому что нет ограничений. Зачем теории, если так все есть? Действительно. Зачем теории? Зачем какие-то объяснения? Зачем какие-то еще вещи? Если единственное, что нужно делать, это просто делать. Просто смотреть все сигналы и поддерживать их. Пусть все разворачивается. Потому что каждый человек, такова наша программа, данная нам от природы и от Бога. Каждый человек стремится к максимуму реализации, к собственной целости, выбирая для этого уникальные, индивидуальные маршруты, которые порой напоминают состояние безумия. Но нужно... Нужно быть апушером духа, нужно быть поводырем. Вот основная креда Минделла. Следовать процессу, поддерживать его, внимательно смотреть. И он работает действительно вне ограничений. Работает с комой. Мы с вами через некоторое время посмотрим это пограничное состояние работы с комой. Как Минделл это делает. Книжку, скоро я выпущу, работу с комой. Там в одном доме были две книжки о пограничных моментах. Внутренняя работа. Книжка называется там, где методы процессуальной работы для работы над собой, над собственным телом, собственными симптомами, метативными техниками. И вторая книга, работа с комой. Самое пограничное состояние, самое таинственное. Минделл рассказывает там, и показывает, и раскрывает смысл. Ну, мы в видеокассете увидим основные сюжеты той книги. Итак, нам процессуальный подход адвокатам, пропагандистским пионерам, которые я также являюсь, считаю себя учеником Минделл. Я не рассказывал, как я с ним случился. Это целая цепочка. Целая цепочка совпадений. В 90-м году я путешествовал в Америку, мне страшно повезло, и вместе со Славой Цапкиным я был участником Enterprise 9 Pro. Программа «Содействие развитию малых предприятий». И среди 400 советских участников двое счастливчиков, я и Слава, имели возможность постажироваться в области организации психологического образования, психологического обучения, в области коммунистической и транспарциональной психотеррии. Мы практически сами выбрали себе программу, места, которые мы должны были посетить. У нас были замечательные программы. Все крупнейшие центры Калифории, все. И Mental Research Institute, где работал Грегори Бейтсон, где работал Оль Вацлавик, где работала Вирджиния Сатир. Вот это вот самое сердце краткосрочной терапии. Мы там были и познакомились лично с людьми. И мастер величайшей экзистенциальной терапии Джеймс Бутчинтал. И там я никогда не забуду групп, который я получил за время краткой, хоть краткой на двухчасовой беседы с ним. Встреча с мастерами есть встреча с мастерами. И когда есть возможность, нужно учиться, конечно, только по мастерам. Даже один день мастеров стоит месяцов, а то и лет обычной ординатурой и обычной натаски. Учаясь в мастерах, вы получаете нечто от него. Ведь прямой передачи состояния знания, острия духа. Вы получаете мета-метод. Это самое главное. Нежели множество формальных, конкретных знаний, которые можно передать, можно в книжках, можно натренироваться. Тренинг, не участие учения. Без этого никто никогда ничему не научится. И кроме вот такого азарического, кроме передачи, необходимо, конечно, и школа. Но если есть возможность, то лучше получать вот такого краткого рода контакта с мастерами и потом заниматься уже в курсе, в струе этой школы по школярской методике, нарабатывая возможность, нарабатывая способность нарабатывать необходимое имение. Так вот, совершенно случайно мы были гостями у Далси Мёрфи и Майкла Мёрфи. Это Майкл Мёрфи, легендарный основатель института СЛН, рассадника современных методов психотерапии, духовного поиска, книжки Джона Лилицентра Циклона. Там достаточно хорошая презентация того, что такое институт СЛН. Легендарный там в Роге, с ним работал президентом-учителем. И мы погостили у Майкла, и нужно было отправляться в СЛН, но мои планы переменились, поскольку я должен был лететь на другое побережье Америки, штат Массачусетс, где должен был состояться ретрит под Зокчен, с мастером Зокченом Хайнарбу. Я пожертвовал своей поездкой в СЛН, мы должны были попасть на семинар, очень интересный. Я сообщил об этом Далси, и Далси мне сказала, но вам не обязательно, говорит, жертвовать поездкой, вы можете не через неделю, а прямо сейчас, через два дня идти в СЛН, на семинар Минделла. Я говорю, а кто такой Минделл? О, говорит, Минделл, ой, видите, засияли. Вы, говорит, не пожалеете. Вот там тоже целая цепочка. Ехал я моим райдом, это примерно 200 миль от Сан-Франциско к югу, на равном расстоянии между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско, находится институт Эссален, прямо на побережье Тихого Хьяна. 70-метровые скалы, обрыв, там горячие источники, ход Тома, так называемая, горячие купальни, где все посетили Эссалена, голые, рассуждают, философствуют, беседуют во время семинаров, ночью. Стихи-океан, звезды, Будда, рядышком, понимаете, такое состояние. Вот, и я ехал вместе с женщиной, которая оказалась ученицей Тартан-Ту-Ку, такой тибетский лам, один из кумиров моих 80-х годов. Я таким книжком занимался, и в нашей группе мы занимались. И попал, вечером уже вышел, увидел круг, в круг вошел. Маленький человечек, маленький, мне показалось, даже с тоненькими, с птичьими ручками. У каждой ручки, каждая мышца играла, поразительный, он стикулировал, но же стикулировал очень органично. Мне казалось, что у него нет вообще никакого ограничения, потому что пластика лица была усимительной. Он мог выразить все, что угодно, как мультяшка, сделать любую рожицу. Такой, он такой был порхающий, подпрыгивающий, совершенно не похожий именно какого психотерапевта, как такой ребенок, говорящий. И началось, закрутилось. Закрутилось, и там была сцена, я не скажу, меня с самоубийцей. Была масса других сцен. Женщина, которая первый мой инсайт в процессуальную терапию, у нее депрессия глубокая, она хочет себя убить, мне говорит, да, как интересно. Не хотите ли вы выйти в круг и показать нам, как вы хотите себя убить? Она вышла в круг, я, говорит, хочу, я хочу, я хочу, я хочу пистолет из себя. Да, говорит, давайте, берите пистолет, она взяла пистолет, поднесла, ну, говорит, давайте, последние мысли свои, проститесь, и нажимайте в круг. Она представила, что вот этот последний момент нажала круг, сказала, и Минделл благодарением почи сказал, давайте, здорово получилось, говорит, великолепно. Еще раз сосредоточившись на этом моменте, это последний момент в вашей жизни, что-то происходит уникально, готовьтесь, вот вы сказали, мысленно произнесите, она произнесла слова прощания, сказала, почему ей так плохо, почему она уходит, почему она прощается, подвела пистолет, нажала круг, и Минделл ехидно сказала еще немножечко, как это непонятно, смотря и прислушиваешься, происходит на этом. И так же, как у вас улыбки сейчас, так же улыбка стала на лице женщины, когда третий раз они сказали, пип, она просто рассмеялась, она так вот, отбросила воображение, и старик, она поняла, она поняла, в этот момент, в этом пространстве, который Минделл помог ей создать, он поддержал процесс, который, поддержал этот процесс смерти и нового рождения, в новом, радостном, сияющем пространстве, которое есть в каждом, в котором нужно подключить, можно было заниматься нудной психотерапией, которая создавала бы колею психотерапевтического потепона, углубляла бы тысячу женщин, повторяю, вместе с психотерапевтом, медсестрами, с уколами аминозина, да, она действительно это заслуживает, нахожусь, она все, как бы, ответить, она поэтому у психотерапевтического потепона, все плохо, это было бы, и потом, может быть, через некоторое время, если всегда бы ее предохранила, через некоторое время изменилась бы ситуация, вовсе не потому, что она занималась психотерапией, а потому, что, может быть, если у него с другой человек, она нашла новые перспективы, что-то начало меняться, ну, психотерапевт, прописал бы лавры и деньги себе, и все бы изменилось, как и полагается, как во всем мире происходит, как правило, ввиду, скажем, психоаналитической культуры на Западе, связь, такая, почти семейная, между психоаналитиками и пациентом длится довольно долго, минимум три года, вообще желательно, семь лет, для того, все это отношения выздоровели, стали почти семейными, запружескими, если это семейная терапия, то будет еще, в другое время, по четвергам будете вы стучать на жену, по пятнице, она будет на вас стучать, психоаналитику, и он будет из этого что-то комбинировать, новые порции, денежек вашего среднеклассного бюджета выгребать, словом, это недаром врачи и психоаналитики богатые люди на Западе, это не случайно, и недаром в нашей бедном стране эта профессия не процветала, Сталину не нужны, блин, психоаналитики, он сам, Бога был, сам большой знаток и практик, манипуляции, он задал место психотерапии, концлагеря, колхозы, учредил институт, поддержал институт пионеров, комсомольцев, стукачество на всех этажах, дефицита, голода создаваемого, пайков, институт передовиков производства, большой террор и состояние экологического кризиса, и все это в совокупности романично создавало производство того, что мы называем советский человек, коммунальный советский человек, с нашими эмоциями, с нашими маленькими радостями дозволенными, и нашими советскими праздниками, убиваниями, гармошками, мы все знаем наш коммунальный мир и коммунальные эмоции. В этом мире действительно ни к чему была психотерапия. Гораздо ответ на все вопросы жизни лежал легко. Ты меня уважаешь? Конечно, я тебя уважаю. Все, проблемы решены. Проблемы решены. Потому что то, что нужно человеку, достигалось и не способом психотерапии. Для редких придурков, диссидентов и творческих интеллектуалов были изобретены соответствующие способы, нормализации, прижание к ногтю. Но на Западе, где все-таки были линии свободы, отдушные, частного производства, там была неизбежна была неизбежна невротизация, истеризация. Вы знаете, что пациенты Крейда были в основном истерьки. Это... Женщины. Женщины, истерьки. Кстати, вот по современным наблюдениям сейчас возникает подобного рода возрастание популярности психоанализа среди новых русских. И клиентами является столь же истеричные жены, как некогда были в Украине, жены Новохлопске. Так что берите этого для изучения психоанализа. Возрастает популярность психоанализа, и сам господин президент также и дал небезызвестный указ президент по поддержке психоанализов. Специально об этом все психологические газеты, журналы. Центрик указ, подписанный Ельцином. По особому статусу психоанализа. Кажется, какие-то формы истерии не миновали парламент. Потому что у кого-то истерили, это у кого-то не против. истерили, это у кого-то истерили. Пожалейшие. Пожалейшие формы. Объедини семинары. Объедини семинары, когда не парламент. Да, это неплохое дело. Но там свои терапевты типа Жириновского, которые там... Нет, там подтягатели. Да, нам с ними, да, подтягаться. Это такая печка энергетическая, как начнется такая дуэль между одним и другим. Капитал команды. Добрый, хороший. Классный. Мы можем здесь, скажем, команду Жириновского там сделать. И команду еще какой-то не будет. Если кто-то противник взять. Сынок Раневлавольфович здесь. У кого плечный биджак? А мы кричаем, что и плечный биджак. Если это плечный биджак. Словом, момент, связанный с безумием, не так-то просто. Вот что я в своей длинном монологе хочу вам рассказать. Он имеет свои старикорни. И если вначале то, что называлось безумием, было нормальным состоянием всех людей, об этом свидетельствует, поверьте, именно слово. И поверив, все-таки изучите это и специально. Древний текст. Посмотрите под эту точку зрения. Посмотрите специальные работы. Из российских работ это работа Бориса это очень общий по начале человеческой истории, где он подробно замыслит механизмы судьи, контрсудьи, принудительности речи другого, освобождение от этой принудительности. Так развивалось через создание некого метакоммуникатора, который мы называем Я. А потом стали называть ЭК. Поначалу это было Я, Самость, а потом это стало ЭК. Поначалу это была Личность, как то, что можно надеть, и потом обратно идти в Логос, Безбрежный. Личность, ну вот мы первые ипостаси попавли, которые всеми признаны, некоторые маски в театре жизни, а потом обратно нашли Безбрежный, Шизофренический, Логос, ничем не ограниченный, стыдя нашей жизни. Это очень интересно чтобы попытаться почувствовать, как же люди. Может быть, разыграть эту мистерию первобытную нам на этом семинаре, а? Если мы в это дело хорошенько рубимся, потребуемся, это в умом можно сделать, кстати, у нас открытое видео. Есть одна проблема, если говоря, еще одна проблема, которую могу посоветовать. Она вышла недавно, это такая итоговая книга Логосмана, она называется «Внутри мыслящих мерок». Можно? Она, правда, сложная. Но, наверное, простая, ты можешь ее рассказать? Просто некоторые свои мысли, двойную поводу. Дело в том, что в нашей кучури, вот откуда, мне кажется, берутся очень многие психологические проблемы, а она совершенно еще важнейшая вещь в период основного года. наша культура прессознательно исходит из того, чтобы человек сначала пишет, а потом было. Добавить внимание, говорит, как подписано, пишется текст, читается про себя, более того, письменные вещи у нас появились на книге пинания. Ни в одном, скажем, ни одну древнюю летность ни в одном. И более того, слова не выделяются. пишется, 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 вот, педагоги, очень хорошо заметно, когда все время идет ориентация на письменное, на письменное, на письменное, на наротив, на наротив. вот все время именно вот это вот причем алфавитная которая в сущности так говоря вот при именно при письмене и печать это одна непрерывная линия где пишется поэтому ведь тут нужно понять что у что нет начала до конца процесса говорит и не тут четкой границы я сказал кстати исторически очень заметно когда начинают появляться моменты такой культуры так что-то возникает представление автор произведения не есть нечто вечное всегда существует у народной песни действительно много авторов они человек дал одну строчку другой и добавил слова из одного конца деревни до другого а потом вот особенно сейчас дополнительную очень тяжелую нагрузку наложили коммуникации другого типа электроны обратите внимание например вот такой интересный исторический воспаление появление тоталитарных режимов это время господство радио от советского голос держа подскажем телевидение и диалог между изображением и словом она уже дает другой коммуникации и вот вспомните советское телевидение 70-х годов она все стремится превратиться в такой зримой радио например в новостях вся и она показывается и вместе с ним все проговаривается вот как раз а радио опять-таки именно такой монологической радио не радио прямого эфира не радио звонков это радио на котором текст читается так искусственный текст который пытаются свести вот все время у нас установка все свести и марта да создание радио тоталитарных режимов не было не было не было таки же влияние у нас демократически обязательно могла быть монархи но монархи от меня никто летит она имеет некая правда не тратить и очень глубокая вот объяснять холопию монархи это совершенно особо вообще так в рейсинге терапии потому что образ монархов всегда сократ традиционный монархи могли быть авторитарные режимы типа наполеона словно совершенно похож на тоталитарный режим простить мне там не было партии которая все знала и всему учил там могла быть цензура но там никому не предписывали что писать тоталитарный режим конечно должен быть голос который на место место логоса поставлен занял место бога и в этом случае он является вот уже точкой отчета и создать тогда живое сознание которые есть мы связанная жизнь с нашей совестью с традициями с культурой она здесь заменяется глаз который стремится недаром же фантастических который стремится делать все стали пытался контролировать культуру и был специалистом по языку по всем наукам по народному творчеству это все приметы архитектуре сталинская живописи тогда их еще на лучший друг и кстати говоря парни на похоже на титул отрубки все совпадает союз писатель сцср имперский союз немецких писателей нескольких очень важных моментов значит все таки гитлер был как мы знаем художник и актер по своему образованию поэтому он был он был при этом прирожденный такой шаман он входил в транс и он в этом трансе возникал в шталина были другие он более крыл свою речь он отливал свою речь такие уже и свое письмо отливал в совершенной форме но он ходил другого до трансы и вот мы знаем его знаменитые сталинские посиделки на даче которые до глубокого утра и затем с утра отдохнут немножко два-три часа опять вызывал на ковер и вот мне запомнилось описание даниилом андреевым состоянием хохота у сталина когда он широко открытыми глазами подключался к дьявольскому источнику сил впитывал его лицо его молодела пишет андреев морщины расправлялись он наполнялся чудовищной силой и был готов обратно к нечеловеческой работе и потом когда связь его с этим дьявольским источником тимургом как раз агрегриальная пласта россии ослабла началось падение а второе да второй момент связаны просто с тем что у нас был биотеррор и аутеррор наш террор был направлен на самого себя на нацию а германская нация была чиста белокурое вести была чиста виновны были всегда другие а немцы всегда правы канцлагеря создавались для других а в россии канцлагеря создавались для своей женации и здесь удивительным образом эта интенция христианская совпала с большой с формой большой террора все имеет свои стороны хорошие пути если мы посмотрим на христианскую православную именно скетику то в ней уже был предопределен предопределен тип террора который мог только у нас не в католическом обществе европейском обществе здесь совпал фигура сталина революционные позывы и структура славянской души совпали трагически очень просто пояснить если вы посмотрите на геральнический символ москвы увидите святого георгия змей это не только наше дикое хроническое и вся православная эскетика украшение пренебрежение плотью вплоть до скопления и это устремленность в дух и производство духа и осуществлялось если мы посмотрим как осуществлялось механизм субримации производства духа честь есть прекрасный исследование тоже очень большой стоит топорова нашего удивительного культуролога гения пролога о святости механизмы конкретные до деталей света через текст анализ по святости но суть проста нам интуитивно умершвение плоти отказ от плотских радости отказ от жизни это постоянное копье георгия который на бонзай в нашей российской архитектоники души мы сперва рождались как тело как дети которые еще могут быть тем 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 потом порядок рождения был вырождались как тут сразу как дух и затем если некоторым очень сильно везло мы могли родиться как личность мы кричит мы народ мы большой колпоз мы сами советская какому а личности мало личности очень мало и они преимущества и дворянского класса которые осознавали себе и могли от стада отделяться или как завоевывать на автономии на независимость на свободный поиск на творчество все остальные творили в рамках в рамках общего в рамках общей стаи в рамках общего если мы вылазили за пределы этой нормы мы чувствовали всю тяжелую десницу в том числе и славянского православного механизма контролирования все нападки скажем со стороны православия на новой религии на все неславянской это та же самая махина которая работе к больницам работают о парке дар скажем диакона андрея ураев которым я учился в аспиратуре он является одним из самых жестких обличителей инакомыски на плечах реликов он обещает буддизм он обещает все секты двухтомник если украина вы видите можете полюбопытствовать вот такой бывший комсомольский работник ушел православную семинарию но павла совмещение тот же самый универсальный матрица западных странах человек спирт проражается как хитическая как потом рождается как личность все в западном порядке мировой свойств направлено на то чтобы демократия свободы рынок атомия права суверенность человек рождается как личность другой проработать затем если повезет как дух поэтому с точки зрения запада когда не смотрят на россии как он духовная страна но нет свободы мы смотрим на запад какая свободная страна бездухова мы друг другу так завидуем и мой порядок рождений но коль скоро мы рождаемся сперва как дух за счет зации такова технология трансценденции у нас есть много различных технологий трансценденции в своем новом издательском проекте я хочу представить все их многообразие еще создаю серию духовной традиции сорок шесть томов которые как различные культуры трансцендировали как выходили к духовным состояниям как снимали ограничения как бы технологии конкретные практики многообразие этих практик в россии технологии трансценденция в основном через аскетическую практику через дух рождался на пепелище плоти на змеи был убит тогда святой георгий был короновым именно поэтому у нас очень это гениально совпало с идеей концлагерей он гениально это тоже самое русская нация всегда виновна всегда виновна априорно каждый из нас вы же помните это мы уже виновны мы уже виновны мы уже живемся что не так где не так потому что мы знаем что это террор может обрушиться на нас нет никакой гарантии немецкая нация она изначально не виновны какие-нибудь другие которые мешают вот польша было 6 миллионов евреев 20 тысяч после войны там они виновны еще что-нибудь вот такого рода торрор распространенный на всю планету это принципиально важные моменты в технологии они связаны более глубоко и с культурами и с мифами славянскими и карманскими мифами и с личностями людей которые не случайно выдвинулись в лидерах личность сталина личность гитлера им было позволено сыграть коллективом массы роль лидера ничего так не бывает не возникает ни злой гений стали не злой гений гитлера все это постепенно и в глубоких теографии сталина гитлера и соответствующих памятник эпохи мы находим как формировалась патология безумия сталина все это отражение единой и единого механизма производства тирании свободы безумия и психического здоровья и если мы возьмем нашу линию нашу тему производства безумия то мы видим что древние структуры глобальной шизофрении живых нас каранаса если он достаточно глубоко погрузится в путешествие в прошлое может начать слышать голоса всей секретарем дыхание может пересекать острые психотические эпизоды в освещении у каждого из нас актуализируются эти способности сложные кризисные ситуации юнк слышал голоса в своей жизни постоянно варивался там и с василидом и еще с другом и они ему диктовали произведение это много с которым у нас все каждый из нас может расширить немного уровень самоидентификации начать воспитывать себе например другого персонажа ага вот я почту и культивирую себе чувствительность голоса это не мои мысли это голоса которые сообщаются я могу считать в чужим если мы расслабим немножко механизм идентификации редактор реальность мы можем слышать гораздо больше голосов политических голосов нам начнут диктовать стихи как вот приятелю православному практику ему целый том стиху причем великолепности на диктовали отражающих все этапы продвижения по православном пути потом там циклы покаянных стихов моего прегрешения там с покаяниями по судьбах россии все рассказывает как таблики просто записывайте непрестанны его от молитвы и православная практика не моя но твоя воля все по воле божией все от бога постоянно в это я не пребывает как полагается православный человек поэтому все у него идет оттуда от бога при маккена если вы любопытствовали книжке пищи богом он описывает псевдоцепиновую теорию эволюции о том что псевдоцепин как раз и способствует эволюции человека и он описывает также что при принятии псевдоцепина человек начинает слышать голоса сам акина тоже стал слышать голоса и все истории и теории которые диктованы ему голос голоса голоса начинает смещать и псевдоцепиновые скажем грибы они свыше 150 видов на всей планете на всех помойках города ростов то есть это потрясающий симбиоз человек придает его животный поедает корону употребляем это больше собственно себе там при попросту на парочку где пасутся наши коровы мы употребляем большое колесо через молоко потом это постоянно является микро доза всего тебе микро доза это обострение зрения там увеличение времени и петель из дирекции побуждение сексуального драйва сексуального желания больше конкурентоспособность способствовать и одновременно растворение жестких границ эго так что те факты которые по организации сознания которые дают нам экспериментальные скажем аппарат большой из психиатрии которые употреблялись от некоторых психонавтов они также говорят нам о том что действительно в древних структурах мы начинаем смыкаться с общим голосом наши структуры контролирующая размывается и мы падаем вот в этом общее поле голосов сознание где есть все голоса все это но там нет безумия потому что там есть все голоса безумие появляется только там где мы начинаем нормировать нечто и вот по сути дела безумие стало исторически возникать где-то в четвертом веке уже нашего эры до этого платон различал божественное безумие но это считалось нормальным безумие насылаемое эротом сексуальное безумие аполлоном такой творческое безумие дионисом или вакхом хроническое безумие пьянство экстаз вакханалия все такое вот и конечно насылаемое кем еще музами совершенно верно музами творческое безумие аполлон аполлон муза дионис веру и конечно об этом говорит и много клинических данных я не знаю там лет воспричтение или вы поверите нас когда-то и это не склонная и склонное состояние человека вы знаете что есть позористая тела у человека которая как раз считает коммуникации между правым и левым ушами и вот у шизофреника позористая тела оно тоньше стабильно тоньше нежели у нормального человека проводилось много операций пола батонии когда так вот позористая тела рассекалась у различного рода людей сейчас посмотрю там клиника где-то у меня было написано там очень интересные вещи скажем если одно полушарие то человек в 90 процентах болеет шизофренией если и другой полушарий то мдп мдп а вот процентов здоровых людей слышит голоса здоровых людей голоса возникает в их жизни как комментарии как события если при лобатомии левого полушария когда высвобождается от ингибирующей подавляющей действий права полушария в 90 случаев это приводит парамидарной кровной шизофренией 90 процентов это левого полушария те процессы которые раньше ингибировались они начинают воспроизводиться в вернее сознание мы знаем голос у правшей возникает в левом полушарии и в свою очередь при лоботомии правого полушария лишь в десяти случаях развивается подобный парамидарной шизофренической признаться в большинстве случаев развивается маниакально-депрессивный психоз вот корпус коллозия мозоли статилосом меняющий полушария у шашинников на один сантиметр тоньше чем у нормальных людей и он сам развивался для того чтобы противопостоять действию звучанию голосов внутри то есть наши полушария в норме нормального человека они уравновешены можем различать голоса свои как у нас от чужих у нас есть нам необходимо это такое производство внутри психической жизни для того чтобы отделять я свой революционный механизм но одновременно с этим мы подавляем другой механизм механизм творчества смены юридичности механизм подключения к логосу ко всем голосам и как следствие начинаем считать их безуми вот тонким образом осуществляется производство нормы безумия и конечно это очень сложный процесс в этом участвует и язык и семья и школа и социальные порядки и если мы посмотрим на историю безумия то где-то довольно таки давно сам термин кстати что при ней вы знаете был введен очень недавно недавно в 19 веке а первое руководство по психиатрии в эпиленном тоже было написано в 1882 году очень быстро вместе с развитием современного общества развитие психиатрии безумие является продуктом длительного развития различных практик когда-то безумно воспринимались как ну как блаженны как нормальные и вот решительное разбежевание произошло в возрождении когда безумные стали отправляться на корабли а потом безумие стало помещаться в особого рода места и вот прототипом сумасшедшего дома является знаменитая тюрьма и паноптикум вентан в центре находится башня и по бокам радиальная камера из центра можно обозревать все можно контролировать все вот такая идеальная тюрьма выполнен тюрьма с кристофером модерном такого рода воспроизводится из центра можно обозревать все научить совершенно четко все просматривать то есть интерьер класса сделаны в школе простые театрики да совершенно это структура не только школы это структура вообще всего просматривать все контролировать все по этому образцу и вот по сути дела психиатрия современная она появилась только в 19 веке от медицины и она возникла на основе практики хирургии но еще глубже это практики конечно инквизиторские то есть практики связаны с тем что на место многих богов и многих великих стало выходить православие тогда все голоса стали восприниматься как голоса беса и вот для того чтобы конечно прежде всего католичество и там это процветало но у нас чуть позднее но тоже стало восприниматься как расколы в пределах самого христианства и поскольку все взаимосвязано его знаменитый трактат типа молота и ведьм они дают нам описание свободности пыток с целью добиться признания и по сути дела через некоторое довольно краткое время не было уже отработано не осталось ни одного места на теле человека для которого не было бы придумана специальная пытка с целью добиться признания тело является конечным фиксатором насилия и нормативных порядков и практики насилия практики ревисенции практики отношения к человеку как к предмету как к телу в совокупности органов постепенно возревала медицинская модель в которой говорила о том что конечный психическое нездоровье оно где-то фиксируется на уровне тела на уровне самочувства такова основная парадигма медицины психиатрии что есть какая-то конечная инстанция на уровне тела и она продолжает постоянно и постоянно возвращаться доминировать находятся новые и новые подтверждения хотя параллельно идет развитие и другой другое течение что все на самом деле имеет в основе всего неправильные взаимоотношения неправильная коммуникация вся проблема безумия это проблема коммуникации проблема общения прежде всего какой бы запутанный она ни была и вот постепенно из всех бесконечных воздействий и манипуляций которые возможны по отношению к человеку постепенно одобрались только те которые может производить психиатрия и человек стал подгоняться под эти стандартные манипуляции ну вот можно предложить вам такой слайд вернемся на 10 лет назад и посмотрим что на каждом углу на каждой улице у нас висело какие-то плакаты да партия нашего львов даешь 5 лет а 87-го год перестройка касается всех как правило хорошо 15 лет на свободу и все да да вперед коммунизму вперед коммунизму а кто бы изображен на этих плакатах товарищ вождь здесь вождь или я помню плакаты советские люди были изображены обычно команды советские люди вот если я помню ощущение если посмотреть вот отдельно каждого отдельно взятого в рамочку занести советского человека совершенно безумный взгляд совершенно законченный пациент психиатрической клиники но все в совокупности вместе это нормально советские люди вот все вместе смотрится нормально возьми любого отдельно выдерни из контекста сравним скажем с сокровищными трезвенской галереи совершенно безумный человек абсолютно безумие такие бригады и вот каждый из нас он жил в этом порядке тотальной репрессии тотального контролирования в желтом доме недаром институт философии в котором я работаю так и называли желтым домом действительно желтого цвета диссидент философ написал роман недаром это удивительно недаром храм христа спасителя твердыни православия возводится прямо напротив института философии восстанавливается вернее я признаться вот растет 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 становится храм жестко православные идеологи поливает всякое инакомыслие всякого рода новые религии новые трактаты и все с большей яростью начинает реликов пинать увеличить культурную да 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 отвечает и так далее то есть то же самое как два близнецы братья храм спасителя а института философии не смягчается там уже нет никаких парксистов все начинают уже широкомыслящие демократы и в этом смысле но я довременно становится более таким приятным местом раньше всегда как бы что зам директора помню кандидатских задавал по истории философии он так смотрел у меня что-то не поставили Ленина надо читать Ленина больше смотрел как Каратина и это был голос власти он был зам директором член ЮНЕСКО и запсектора политической философии это был голос власти вот именно через такие голоса на работе в детском садике через повязывание пионерского лагеря через правила поведения галстука через реплики речерки через массовки через все это что хорошо что плохо что можно что нельзя через невидимые нити как посмотрят что сделают как осудят контролировать то что является советским человеком если ты выснулся просто качество туда-сюда меня я высовывался поскольку в семье диссидентов рост меня даже из пионеров исключили в свое время это такая крутая операция знаете отлучение барабана линейка снимаю и это все производство производства ненормальности это тайна галстук перевелся вот страх тоже не таким как и через портсобрание например какое дело партии до личной жизни но предметы отношений между супругами были предметом партии потому что ничто не должно быть непросвеченным лично советский человек не имеет права на личные темы и мы это знаем по книгам по фильмам той эпохи все просвечено все является предметом разбора об этом только об этом и говорят человек не имеет права ни на творчество ни на личную жизнь и скажем психиатрические клиники они также устраивались по такой палатно-коридорной системе когда все можно посмотреть привязать сделать укол проконтролировать порядок тотального контроля сталинский порядок можно сказать можно сказать порядок большого террора он не мог конечно не проникнуть в психиатрические клиники психиатрические клиники сами выполняли роль инструмента для контролирования общества быть сумасшедшим это значит быть так как все это значит попасть прежде всего куда под они на землю это основное убедительное следствие воспринительную рубашку именно если мы посмотрим большую психиатрию десятилетней давности именно так и конечно наша психиатрия и наше мышление в психиатрических больницах она в наибольшей степени сохранила и слой сохранила вот такого рода образ мышления отношения поэтому я приветствую тех смелых людей которые выливаются из этой жесткой парадигмы я знаю и собственно насколько тяжело вам приходится когда вы горите за человеком за человека в себе нас когда вы идете насколько тяжело тяжело в обоих смыслах потому что вы уже отчасти отравлены и вам нужно освобождаться и тяжело в том смысле что когда вы стараетесь внести что-то новое и вуманистической идее вы подвергаетесь прежде всего астракизма со стороны своих коллег начальников которые не понимают действительно Наташа у меня извините пожалуйста если сегодня мне хотелось бы понимать как христианство у меня уже вот горит в душе уже на одну минуту здесь значит дело в том что речь здесь действительно идет о культуре но в самом христианстве в Библии нет и в Англии этого нет нет этого понимаете я сегодня всю ночь встречалась со своей бывшей коллегой которая сейчас нашла в себе батюшку в Москве это очень известно не батюшку в Москве а монах и вы знаете она не такие вещи потрясающие рассказывает то есть он конечно он виден он виден обладает то есть она с ним общается она не такие потрясающие вещи рассказывает и она ходит в школу в школу в школу занятия ну как я больше принимала другую информацию чем в какой-то ситуационной и задает ему все возможные вопросы и вот как раз по поводу суда он сказал что что суд господь вершит сам человек и это там нет 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 в откровении от святого Иоанна говорится о страшном суде и что это такое этот суд вершится человеком сам на себе руками ангелов которые живут у нас первый уровень суда вершит человек сам на себе как совесть как своя ситуация жизни которую он стал закрепить наказание которое он сам на себе накладывает есть много уровней даже если не брать вот еретические тексты хотя это очень важно когда мы изучаем традицию необходимо непременно смотреть на теневую сторону потому что это все вместе традиция вместе с анакомыслим есть есть настоящие люди иначе не было христианство дело христа живого да я не за что мы не за что мы не за то что мы не 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 кто не 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 я добавлю по этому поводу у меня знакомая она занимается йогой изучает буддизм она лезет в любые направления и достаточно глубоко копает при всем при этом когда она общается с православными то есть она очень много ездила по разным монастырям и вот такие скажем очень влиятельные там монахи старцы этих монастырей всегда с ней находят общий язык и очень в хорошем контакте еще ни разу не было чтобы ее осудили за это хотя она там ну рассказывает об этом говорит просто там смотрят на то какая она сама и для чего она этим занимается они потому что эту это Батюшка и он вам говорит, что вам нужно помешать. Батюшка бывает раз. Попасть на затравленную батюшку, это опять же зависит от Маши кармы и все прочее. Я с собой согласна, потому что я собиралась крестить, я год назад крестилась лето. Я очень боялась, что я взялась от каждой батюшки. И попался батюшка в пятом поколении. Я ему рассказывала о своих лядах, я была уверена, что он не допустил надо крещение. А он сказал, что он вообще сказал, да, так все нормально, все это и есть. Зачем вы говорите, что я говорю? Батюшка, когда будет крещение, ты что, еще одну душу? Заблудшую приобщить, спасти. Даже самое крещение уже спасает, дает тебе ангелы-хранители. Ты что? Можно сказать, да. Акт крещения дает? И на время... Когда я ему говорю, что я могу спокойно вать в любую церковь, в любой церкви, как бы помолиться, я думаю, что это... Ты давно бы еще ему рассказала. Да он все это знает, батюшка. Дело в том, что любая религия, это все-таки какая-то более или менее близкая к абсолютной истине, какая-то сторона истины. А истина заключается в человеческой природе в том, что если человек может отказаться от всех своих неприятностей, от всех своих болезней, то он становится блаженным, и уже ему не нужна ни религия, ничего прочего. Но человек не может отказаться, чтобы вот сразу воспорить. Поэтому существуют религии. И причем все религии в какой-то степени, они очень близки. Будь то христианство, мусульманство, иудаизм. И здесь вот спорить о том, какая религия православная, католицизм, там, мусульмство или еще. Да, есть у них нюансы. Но все они едины в том, чтобы достичь того, как быть хорошим человеком и как достигать зла. И хорошее понимается прежде всего как следование природы и предназначения человека, которое всегда понимается как духовное. А дальше начинаются нюансы, связанные с культурными различиями, с культурными общепринятыми представлениями, с вековой враждой там, или между религиями, которые иногда существуются, и образ врага там или свеченный джихат там, например, это мусультируется. Хотя суды, скажем, об этом даже не говорили в эскористе, и привлекаются. И, скажем, православные мистики, они также не занимаются ерундой. Но мне очень нравится одно изречение такое, что патриотизм есть последняя припечущая негодяя. И вот в этом смысле, в более широком, сейчас мы должны быть вроде бы патриоты своей Родины, не вроде бы, но в более широком смысле, действительно, вот когда мы уже дорастаем, патриотизм религиозный, патриотизм там государственный, патриотизм какой угодно, это все-таки вот в нас самих последнее прибежище вот таких не очень привлекательных, хороших чат. Я думаю, что мы сейчас имеем такое более или менее представление, интуитивно о том, что психофия, она неотделима от всех других практик нормализации. А эти практики, это и тюрьма, это и моральные нормы, это и то, что мы считаем хорошим, плохим, то, что мы считаем творческим. Это все вот плечочки, которые мы не пущаем в себя, в других. Это каждый раз, когда мы думаем, вот, понаблюдайте, что такое хорошо, что плохо в людях, когда мы осуждаем людей, когда мы их судим, мы совершаем акт нормализации. Если это переходит в какое-то устойчивое состояние в действиях, то тогда это имеет уже последствия для другого человека. Это и на тонком полевом уровне блокирует другого человека. А толь скоро мы блокируем другого, то мы и блокируем другого, как свою собственную возможность. То есть мы и себя. Если мы убиваем другого, мы убиваем себя. И тем самым мы блокируем возможности своему собственному изменения. Любое причинение поступания другому так, как мы не хотели бы, чтобы поступали с нами, блокирует нашу душу и закрывает нас в значительности. Мы все взаимосвязаны. Каждый раз, когда мы думаем, ага, ну и дурак, ну и сумасшедший, негодяй там. Каждый раз, когда возникает такого рода готовые оценки, и мы ловимся на них, мы продиспляемся с ними, мы производим насилие, нормализацию. Вот как и приятные действия. И это прицепляется, эти мысли прицепляются к эмоциям, но разве это имеет какое-то отношение? Разве нам необходимо с этим? Разве необходимо эту мысль считать своей мыслью? Это тоже привычное. Это тоже наша ограниченность, тоже наша карма. Мы можем вырабатывать другого рода тренировку, скажем, вступив в анестезию развития. Расслабиться, не сказать, все хорошо. Все хорошо. И безумие хорошо, и глупость хорошо. Все прекрасно. Хороши все цветы какие-то. Пусть они проекрастают. Разберемся всем, хватит места на этой земле. Вселенная бесконечна. Вселенная бесконечна. Но при этом, если нету третьего недержания, то все хорошо. Ну да. И, конечно, в психиатрии возникло как соединение исторических практик инквизиции, практик тюрьмы, практик тирании, практик террора, практик контроля, практик контроля над жизнью и смертью. Выросла из общества, медицины, хирургии, веосекции, анатомии. Это не есть нечто, призвание которое лечить больных людей. Нет. Это практика, которая неразведанно связана со всеми другими практиками нормализации, контроля, террора, тюрьмы. Мы должны это сознавать. Если мы вошли в кардас, в англибур психиатров, то мы уже автоматически, бессознательно идентифицируемся со многими структурами мышления. Мы энергетически подключаемся к этому. Поэтому нам особенно сложно относиться к другому человеку как к человеку, а не к пациенту, который им больно. Относиться как к человеку, который переживает определенные роды затруднения, адаптации, экзистенциальные трудности, экстремальные состояния. И которые через эти экстремальные состояния несет какое-то очень важное послание общества, людям. Экстремальное состояние, безумие несет очень важную информацию, очень важное дело людям. Оно требует через экстремальность того, чтобы его услышать. Вся экстремальность этого и говорит о том. Услышьте меня по этому ситуации в обществе. Вы должны меня заметить. Это вторичный процесс для общества. И это новое. Это невразумительно. Это то, в безумии мы видим то, куда изменяется общество. В маргинальной культуре мы видим то, куда изменяется общество. И Минделл дает практический совет всем людям, которые работают с другими людьми, гуманитария, психологи, педагоги. Вы, говорит, когда в новой стране не знакомы, подайте монетку нищим и поговорите с ним. Он вам расскажет много всего такого. О чем вы никогда не узнаете, будучи обычным туристом? Гуляя и неождественным с культурой, как она сама себе преподносит, с ее экскурсоводами, с ее двигателями. Вы не узнаете теневой стороны, которую узнаете очень просто. Подоблюдая на вокзале за бомжами, проститутками, посмотрев на детей, которые собирают подаяние за инвалидами, на отбросы общества. Вы никогда не узнаете. Отбросы общества говорят о том, каково общество. У нас есть с одной стороны парламент, с другой стороны бомжи. Вот в совокупности они дают представление о том, что такое Россия. А по отдельности ни то, ни другое не имеют права. Есть парламент, который себе квартиры подбивает в каком-то смысле у бомжей. Это непрерывное взаимное производство. Все в нашей жизни устроено по такому закону. Все является сообщающей системой. Все живет за все другого. Мы все в этом смысле кровно связаны. С одной точки зрения мы можем смотреть, что мы отсасываем друг другу энергию. С другой стороны, что мы находимся в симбиозе. Это разные способы. Мы можем так посмотреть, мы можем так. Мы можем сказать, что мы паразиты друг друга. Мы можем сказать, что мы наоборот даем друг другу жизнь. Мы находимся в кровной связи. И вот, скажем, беспомощность психоанализа. Лейн, Рональд Лейн, книжка «Разелённая ясть», вы посмотрите внимательно, он там анализирует психоаналитическую парадигму. Он говорит, боже мой, как это ужасно. Из всего богатства в жизни человека, которого нельзя брать отдельно. Я нельзя брать отдельно от другого. А ты, в этом буберовском смысле, личностно вскорном. Я, ты, сущностного общения. Человек помещается и становится эго. Какой-то вот такой инстанции, абстрактный эго. В нем выделяется та же супер эго. И ид, бессознательного. Оно. И там вот схема проекта начинается. Какое-то отношение мир к жизни, говорит Лейн. Коммуникация, в которой мы можем просифицировать как безумие. Общество само делает шизофреников из тех людей, которых оно выбрасывает из коммуникации. Постепенно, постепенно, постепенно подтверждаясь, люди выключаются из коммуникации с людьми и становятся, поскольку общение им необходимо, коммуницируют с безумием. С тем логосом, где уже нет я. Это царство безумия. И тогда это способ их жизни, способ продолжения существования. Безумцы – это те люди, которые выпали из нормы, которые застряли вне нормы. И, конечно, первое, что нам нужно – это познакомиться на этом семинаре с собственным безумием. И посмотреть, как норма переходит в патологию. А как патология становится нормой. На производство безумия в нас. Как мы друг друга делаем безумными. И как мы можем вернуть друг другу разум. Потому что смело путешествовать в эти области и не бояться уже. Можно многое сказать. У меня тут целый текст написан о клинике, по истории безумия, рождении клиники. О том, как все это происходит. Но суть – она достаточно прозрачная, простая. Мы не будем вдаваться, наверное, в детали и примеры. Потому что самое главное уже сказано. И перейдем, может быть, в какие-то практические моменты. На что-нибудь сыграет. Переведуем? Давайте. Давайте. Переведуем. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»